МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тайны, из-за которых погибли миллионы людей. Управление разумом, поиск древних сокровищ, изновение святого Грааля. Сегодня многие ученые сходятся во мнении, что древние загадки раскрыты. И что самое интересное, все дороги ведут не в Рим, а в Крым. Сейчас здесь полно отдыхающих. Они гуляют по тропам, которые 50 лет назад были засекречены. Но по каким причинам государство наложило такие запреты? Крымские земли известны с древности. Здесь были стоянки неандертальцев. Через эти территории проходили пути миграции индоевропейских племен 4000 лет до н.э. В Крыму жили кемерийцы, скифы, тавры, греки, готы и хазары. Здесь скрывались ранние христиане и строили неприступные крепости мусульмане. Начиная с 13 века на крымских землях развернулись татаро-монголы, выбрав Крым центром своего ханства. Такое количество культур богатых историй превратили Крым в настоящую жемчужину для археологов и историков. Чего здесь только не искали. От затонувших кораблей гунов до Святого Грааля. Но какая из спрятанных в Крыму тайн могла заинтересовать советское руководство? Что искали здесь советские спецслужбы? Как связаны Крымские горы с сокровищем Золотой Орды? И при чем здесь Святой Грааль? На все эти вопросы буду искать ответы я, Арарат Кещан, и программа «Не факт». Тяжелая дорога к загадкам на вершине горы. Дорога туда сейчас, как и много веков назад, труднопроходимая. Сколько золота спрятано за крепостными стенами? Накопленные богатства Золотой Орды, вероятнее всего, хранились здесь, в Чуфуткале. И кто вводил людей в транс в Чуфуткале? Люди начинали с кем-то разговаривать, причем не своими голосами. Весной 1923 года в Бахчисарай приехала секретная экспедиция из Москвы. Кто они были и что собирались искать, знали только два человека в самой Москве. Сталин и глава ОГПУ. Как только члены экспедиции сошли с поезда, власти Крыма получили срочную телеграмму. К экспедиции не подходить. Ни о чем их не спрашивать. И тем более не препятствовать их работе. Телеграмма пришла прямиком из ОГПУ. Трое ученых без каких-либо согласований отправились в город крепостных Чуфуткале. Туда же, по следам этой тайной миссии, отправляюсь и я. ОГПУ. Было время, когда эти четыре буквы вселяли страх. Объединенное государственное политическое управление. Самая могущественная организация Советского Союза. Руководил ею главный чекист страны Феликс Дзержинский. Как раз по его личному приказу в Крым и прибыла та самая таинственная экспедиция. Но зачем им понадобился давно заброшенный город Чуфуткале? Крепость Чуфуткале находится в труднодоступном месте на вершине горы. Дорога туда сейчас, как и много веков назад, труднопроходимая. Это естественная защита от постоянных набегов кочевников. Основана была крепость в пятом веке нашей эры, еще во времена Бизантии. Вот, мы уже видим крепостные стены. Видимо, мы уже на месте. Сейчас в Чуфуткале очень пустынно. Можно только догадываться, как здесь бурлила жизнь. В свое время через эти горы проходил Великий Шелковый Путь. И заезжие купцы входили в Чуфуткале через эти восточные ворота. Сегодня они наглохо закрыты. И о больших караванах, проходящих через высокие своды, говорят лишь две глубокие колеи, образованные колесами бесчисленных телег, которые ведут в самое сердце пещерного города. Через Чуфуткале струился ручей товаров из Европы в Азию и обратно. Большие склады, надежная охрана – это лишь малая часть того, чем славится этот город-крепость. Здесь даже сохранился бассейн, из которого купцы поили свои уставшие в пути караваны. Так было вплоть до 13 века, пока сюда не пришло ордынское войско. Город-крепость взяли штурмом и присоединили к Золотой Орде. Власть поменялась. А Чуфуткале стал первой столицей крымских ханов. Но торговая дорога осталась. Только теперь Золотая Орда покровительствовала Великому Шелковому Пути. И получала за это 3% от общего оборота торговли. Все эти деньги, а также накопленные богатства Золотой Орды, вероятнее всего, хранились здесь, в Чуфуткале. Почему? Да потому что в свое время здесь господствовал хан Тохтамыш, внук Великого полководца Чингисхана. И фактически последний Великий хан Золотой Орды. Мы с вами подошли к Южным воротам. В свое время этими воротами могли пользоваться только жители города. Чужакам здесь вход был воспрещен. Поэтому они и назывались Тайнами. Сокровища Золотой Орды уже не первый век будоражат умы искателей. Части богатства то и дело всплывают в разных городах и странах. Все находки оцениваются в невероятные суммы, потому что состоят преимущественно из золота и драгоценных камней. До сих пор не найдены легендарные золотые кони, которые якобы стояли на входе в столицу крымских ханов. Согласно преданию, на создание коней ушло 15 тонн чистого золота, а глаза их были сделаны из огромных рубинов. Но могли ли сокровища Золотой Орды остаться в пещерах Чуфут-Кале? В пользу этой версии говорит традиция великих ханов – держать самое ценное при себе. Как держали они в своих гаремах красивейших женщин, так и самые ценные сокровища держали в своих роскошных дворцах. А если последний великий хан жил именно здесь, значит и главные богатства Золотой Орды хранились в Чуфут-Кале. И недавние находки в городе-крепости подтверждают эту версию. В 2002 году здесь, в Чуфут-Кале, был найден самый большой клад Крыма. Это был глиняный сосуд, доверху набитый золотыми и серебряными монетами. Датировались монеты XIV веком, а это как раз время правления хана Тохтамыша. В сосуде оказалось 4250 монет. От венецианских дукатов и египетских динаров до дерхемов крымского ханства. При этом ордынские монеты были, так сказать, высшего ранга. Такими монетами обменивались сами ханы, а также могли вручать их своим подчиненным в качестве ценного вознаграждения. Эта находка стала наградой для археологов, которые в течение десятков лет пытались найти сокровища Древней империи. Так может, в 1923 году ученые из ОГПУ тоже приехали сюда за золотом? Однако вряд ли экспедиция искала ханские клады. Сокровища интересуют археологов и кладоискателей, а не специальный отдел ОГПУ. К тому же в состав экспедиции входил Александр Барченко. Ученый, который вообще был далек от материальных интересов. Он руководил секретной лабораторией ОГПУ по нейроэнергетике. Существование этой лаборатории было одним из главных государственных секретов СССР. Там изучали возможные способы влияния гипноза на массы. Но как в этих исследованиях могли помочь руины древнего города? В то время о Чуфут-Кале ходили очень пугающие легенды. Якобы здесь были зафиксированы случаи болезни миячнее. Очень необычного психического расстройства. Оно возникало у посетителей города-крепости. Недуг проявлял себя ближе к ночи. Люди начинали с кем-то разговаривать, причем не своими голосами. Они словно зомбированы, выполняли любые команды. При этом у них появлялась сверхчеловеческая сила. А наутро они не помнили ничего. Похоже, что Барченко отправили выяснить, кто вводит людей в транс и, главное, как. На тот момент Барченко уже изучал меряченье и даже наблюдал таких пациентов. Больной меряченьем во время приступа полностью отключался от внешнего мира. Он совершал неосознанные ритмичные движения, свидетельствующие о глубоком трансе. А при попытках окружающих остановить эти движения, больной человек впадал в буйство. Название этой загадочной болезни происходит от слова «менерик», что в переводе с якутского означает «делать странности». Ранее ученые полагали, что меряченье – это психическое расстройство, характерное только для народов Севера. Ведь все зарегистрированные случаи приходились на арктические территории. Есть данные, что причина болезни – излучение от так называемого «северного сияния». Но Крымский полуостров находится совсем в других широтах, далеко от полярного круга. Что же тогда оказывало влияние на людей? Загадочное явление в Чувуткале уж очень походило на управление людьми извне, контроль над разумом человека. Ведь управление сознанием масс гораздо эффективнее самого совершенного оружия. Однако Барченко надежд железного Феликса не оправдал. Более того, он не нашел ни одного подтверждения – возникновение меряченья на территории Чувуткале. Поэтому ученый пришел к выводу, что зарегистрированные случаи недуга – всего лишь примеры массового психоза неизвестного происхождения. Я весь день находился в Чувуткале и никакого воздействия на свой разум не ощутил. Но я знаю, что тут недалеко есть древнее кладбище, где хоронили жителей крепости. Возможно, там концентрация разрушительной силы. КОНЕЦ Известно, что через 4 года после экспедиции ОГПУ сюда, в Чувуткале, снова приехали ученые из Москвы. Но зачем, если Барченко здесь ничего не нашел? Ну что, друзья мои, я дождался глубокой ночи на кладбище, и, как видите, ничего особенного со мной не случилось. Ни со мной, ни со съемочной группой. Так что вот вам наш первый факт. Посещение Чувуткале абсолютно безопасно для психического здоровья человека. К такому же выводу пришел и Барченко. Но во время своих поисков в Чувуткале он обнаружил таинственные символы. Они послужили поводом для второй экспедиции сюда. Пожалуй, с изучения этих символов я и начну свой завтрашний день. Что пыталось скрыть ОГПУ? И все данные об этих символах находятся в папке под грифом «Секретно». Кто спрятал Святой Грааль в Крыму? Почему бы им не прихватить Святой Грааль с собой? И сколько осталось до разгадки тайны века? Чувуткале будет разгадана одна из величайших тайн человечества. И так, я снова в Чувуткале. И сразу хочу привлечь ваше внимание. Вот. Вот те самые символы, о которых я говорил вчера. Здесь они находятся в открытом доступе. Приходи и смотри. А в Москве фотографии, слепки, все данные об этих символах находятся в папке под грифом «Секретно». Так что же прочел в этих символах ученый Барченко? Известно, что о значении таинственных знаков ученый предпочитал не распространяться. Всего один раз Барченко поделился своими соображениями с близким другом. Из письма Александра Барченко профессору Гамажабу Цибикову. 24 марта 1927 года. В нынешнем году государственные деятели большевизма, в том числе Феликс Дзержинский, формально приняли меня в свою среду. И дали возможность раскрыть величайшую тайну. Древние люди спрятали в пещерах тайну расщепления атома, неиссякаемые источники энергии и средства психотропного воздействия на людей. Полные отчеты об исследованиях в Крыму были засекречены в архивах ОГПУ. Несколько лет на Лубянке сопоставляли новые факты с ранее собранной информацией. Результат – отправка через 4 года в 1927-м и еще одной секретной экспедиции. Опять в Крым и опять во главе с Барченко. Под контролем главы отдела НКВД Глеба Бокия. Цель поездки ни много ни мало – поиск Святого Грааля. Любопытно, что охоту на Святой Грааль в Крыму тогда объявили сразу несколько государств. Поиски, помимо СССР, планировали еще США и Германия. Были свои источники информации, однако вывод был один и тот же. Искать нужно в Чуфуткале. Считается, что реликвия была трачена где-то в Византийской империи, частью которой был и Крым. Но почему Святой Грааль стали искать именно в Чуфуткале? Возможно, основой для поисков послужили не только таинственные символы в крепости, но и легенды древних жителей Чуфуткале – караимов. Из поколения в поколение этот народ пронес предание о том, что Святой Грааль надежно спрятан на вершине Крымской горы. Местные верят, что легенды еще дадут о себе знать. Тем более, такое уже случалось. Тогда никто даже не догадывался, что в этих местах есть вода. В 1998 году подтвердилась легенда, которую местные передавали из уст в уста со времен Золотой Орды. Во времена правления хана Тахтамыша крепость осадили враги. Решили ждать, пока хан сам не откроет железные ворота. И вот в городе закончились запасы воды. Умирали взрослые дети, а Тахтамыш не сдавался. Тогда во дворец проник пастух. Он рассказал дочери хана Джанике, что в крепости есть вода. Но чтобы ее добыть, нужна очень худенькая девушка. Мужчине туда не пролезть. Джанике согласилась помочь подданному и спасла город от смерти. Но как? Никто и подумать не мог, что история, которую рассказывают почти тысячу лет, может оказаться правдой. Пока местные ученые не обнаружили сенсационную находку. В тоннелях Чуфут-Кали действительно таилась древняя система водоснабжения. Как ее обнаружили, спелеологи стали рассуждать, где может быть вода. Их внимание привлекло одиноко стоящее дерево. Если оно растет, значит откуда-то получает влагу. Ученые приступили к раскопкам и буквально на второй день наткнулись на колодец. Так легенда ожила. После этого открытия в Крым хлынула волна искателей. И древний город стал открывать многовековые тайны. А вот еще один факт в пользу нахождения святого Грааля здесь. Караимы, древние жители Чуфут-Кале, на самом-то деле иудеи. Они откололись в отдельную ветвь из религиозных соображений и выбрали эти горы как новое место обитания. А так как они иудеи и покинули землю израильскую в начале нашей эры, то почему им не прихватить святой Грааль с собой? Ну что же вообще такое этот святой Грааль? Есть несколько версий о том, что представляет собой святой Грааль. Одна гласит, что это чаша, в которую была собрана кровь распятого на кресте Иисуса. Другая версия утверждает, что святой Грааль не что иное, как колыбель, ясли, в которых лежал младенец Христос. Согласно третьей версии, святой Грааль и не вещь вовсе, а живой человек – Мария Магдалена, которая вполне могла сбежать сюда вместе с караимами. И таких версий уверенно наберется около десятка. Возможно, именно потому, что непонятно, что такое святой Грааль, эта реликвия не найдена и по сей день. И на вопрос, правда ли, что в этом древнем городе спрятана святыня, я могу ответить только одно – не факт. Однако поиски продолжаются. И, возможно, в скором времени именно в Чуфуткале будет разгадана одна из величайших тайн человечества. Что искал в Крыму Третий Рейх? Проникли в Крым под видом обычных немецких геологов. Куда делись великаны? Речь идет об Атлантах – гигантских предшественниках современного человека. И что нашел в Чуфуткале Арарат Кищан? Но это не факт, а скорее версия. Если бы остались в живых участники обеих секретных экспедиций, вопросов о Чуфуткале наверняка было бы меньше. Но жизнь ученых оборвалась сразу же по возвращению в Москву. Их всех объявили врагами народа и приговорили к смертной казни. Барченко допрашивали еще целый год, а затем тоже расстреляли. Также в высшей мере наказания подвергли и главу отдела НКВД Глеба Бокия. Причем расстреляли его через 15 минут после вынесения приговора. Все это очень похоже на попытку замести следы и уничтожить свидетелей некой большой тайны. В 1940 году, уже после казни Барченко и остальных ученых, сюда приехала еще одна экспедиция. На этот раз из Германии. Специалисты оккультной организации Третьего рейха Аненербе проникли в Крым под видом обычных немецких геологов. И искали они что? Правильно. Снова святой грань. По официальным данным, немцы здесь ничего не нашли. Однако по возвращению на родину, все участники этой экспедиции были награждены орденами. Но после капитуляции Германии, немецких ученых, изучавших тайны Чуфут-Кале, вывезли в США, где долго допрашивали, а затем приговорили к смертной казни. Почему и советских, и немецких исследователей постигла одна и та же участь, неизвестно. Но они явно знали что-то такое, о чем никогда не должно было узнать человечество. Я не могу оставить без внимания еще одну легенду этих мест. Очень популярна история о том, что когда-то давно здесь жили представители другой, уже давно вымершей расы. Речь идет об атлантах, гигантских предшественниках современного человека, которые погибли вместе с легендарной Атлантидой. Некоторое время назад пресса взорвалась сенсацией. В Крыму найдены гигантские скелеты. Три с половиной метра в длину, с черепом в целый метр в диаметре. Газеты захлебывались версиями, кто это – пришельцы или атланты. Потом эти скелеты неожиданно исчезли. Так что же это было на самом деле? Пытливые исследователи стали выдвигать предположение, что найденные останки принадлежат представителям четвертой расы – атлантам, которые исчезли с лица Земли вместе с Атлантидой. В поисках фактов, которые подтвердили бы эту тирею, пришли к выводу, что каменные проушины в скалах – это те самые следы, которые оставили древние гиганты. Появилась версия, что здесь был причал атлантов. К этим кольцам гиганты пришвартовывали свои корабли. Впрочем, другие говорят, что моря тут никогда не было. И в 14 веке так привязывали домашний скот. Хоть местные жители в один голос и утверждают, что своими глазами видели кости гигантов, специалисты признали все фотоснимки умелым монтажом. Просто кто-то решил повеселиться и добавить загадок в историю Чуфут-Кале. И теперь на одну легенду стало меньше. Никаких атлантов здесь никогда не было. И это факт. Итак, подведем итог. Загадочная болезнь меряченья или массовая потеря разума – не что иное, как легенда. Это факт. Сокровище Золотой Орды с большой долей вероятности до сих пор находится в пещерном городе. Но это не факт, а скорее версия. Равно как и история со Святым Граалем, который здесь искали не только советские спецслужбы, но и немецкие оккультисты. Так что загадок в городе-крепости еще предостаточно. С вами был Аррат Кещан. До встречи на «Звезде». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова